В этом году иногородним студентам, прибывшим на обучение в Алматы, не хватало более 32 тысяч мест в общежитиях. О том, что такая проблема неминуемо возникнет, городские власти знали, а потому решать ее старались заранее. Учитывая опыт прошлого года, мы начали подготовительную работу еще в июне. Совместно с Управлением туризма Акимата города Алматы мы вели переговоры с гостиницами и хостелами на то, чтобы они, скажем так, забронировать места для студентов, чтобы у нас в конце августа, начале сентября максимально нивелировать вот эту проблему с тем, что студентам, скажем, негде жить. Проделанная чиновниками работа позволила существенно сократить недостаток койка мест. Их удалось создать более 10 тысяч, а добиться такого результата получилось благодаря тому, что с января этого года изменился механизм субсидирования. Теперь частные предприниматели, владельцы гостиниц и хостелов, которые идут навстречу государству в вопросах размещения студентов, получают существенные материальные преференции. Если объект становится общежитием, то они получают субсидии от финансового центра при Министерстве науки высшего образования. Как вы знаете, с января изменился механизм субсидирования. При строительстве сейчас выплачивают 230 МРП, это 793,5 тысячи тенге в год в течение шести лет за каждого проживающего студента. При реконструкции 92 МРП в течение 8 лет каждый год. Сейчас у нас открыт проектный офис по строительству общежития. То есть, до долгосрочной перспективы мы стараемся создать Акимат города Алматы совместно с Министерством науки высшего образования. Стараемся создать максимально комфортные условия для инвесторов и для вузов. Скажем так, призвать всех строить общежития. Корреспондентам «Спутник Казахстан» удалось побывать на нескольких таких объектах и посмотреть, как обустроились студенты. Хостел «Хаус оф студент» расположен в центре Алматы. Здесь 500 мест для своих студентов обеспечил университет Нархоз. Это частное общежитие. Уже несколько лет работают совместно с нашим университетом и предоставляют комфортные места. Уровень комфорта здесь соответствует всем необходимым требованиям, нормам. Они практически не отличаются от наших собственных общежитий. В зависимости от комнаты, здесь есть двухместные комнаты, здесь есть четырехместные. Но в среднем можно сказать, что будет стоимость порядка 50 тысяч тенге в месяц. А в обычном общежитии? В обычном общежитии практически идентично, то есть разница может быть не более 5 тысяч тенге. По его словам, после заселения студентов первого курса в хостеле осталось порядка 150 свободных мест. Теперь их предложат старшекурсникам. Если же и после этого занято будет не все, места предложат другим вузам. Второй объект – бывшая гостиница «Ямды Булак» в районе Алматинского микрорайона Тастак. Студенты сюда пока еще не заселились, так как тут все еще продолжается капитальный ремонт, который будет завершен в кратчайшие сроки. По словам владельца гостиницы, в каждой комнате будут размещаться по 4 человека. На каждые 3 комнаты свой санузел и душевая. К моменту заселения в комнатах появится новая мебель и все остальное, что необходимо для комфортной жизни. Стоимость проживания на человека – 40 тысяч тенге в месяц. Уже радует то, что мы посмотрели. Но единственное, конечно же, я считаю, что нужно соблюдать нормы. Допустим, 6 квадратов на одного студента. Обязательно необходимо наличие столов, чтобы для каждого. Не так, чтобы это делали для отмазки. Построили, быстро-быстро взяли какие-то там, собрали деньги и субсидии. Это действительно должны быть нормальные условия для того, чтобы студент на самом деле учился. Иначе мы завтра получим огромную армию неграмотной, непрофессиональной молодежи. А это как закольцованная большая проблема. Но больше других, можно сказать, повезло студентам Международного инженерно-технологического университета, которые разместились в гостинице в живописном ущелье Алма-Арасан. Помимо невысокой стоимости койко-места – 36 тысяч тенге в месяц – студентам по желанию предлагают полноценный обед и ужин из двух блюд и всего за 1300 тенге в сутки. Вот этой локации, где мы сейчас находимся, здесь, конечно, созданы условия для того, чтобы студенты качественно жили, учились. Но единственное, здесь дальность локации, то есть надо, чтобы хорошо была развита именно транспортная инфраструктура, для того, чтобы они могли добираться до города, не опаздывать на занятия, не просто, как говорится, были расположены хорошему отдыху и восстановлению. Тем временем в ВУЗе заверили, что уже решают вопрос приобретения автобусов для разводки студентов и проблем добраться до места учебы у них не будет. Как сообщили в Акимате Алматы, работа по вопросу размещения иногородных студентов будет продолжена и далее, как минимум до конца сентября. Для этого в каждом ВУЗе работают ситуационные центры, и для того, чтобы решить проблему с жильем, достаточно обратиться туда. В Акимате уверяют, что места найдутся для всех.